Понедельник 12 августа дагестанцы отпразднуют Курбан-Байрам. Самым главным обрядом этого дня является жертвоприношение. И уже несколько лет в Махачкале для этого ритуала отводятся специальные площадки в районе торгового центра Киргу и Ипподрома. О том, как идет подготовка мест для закалывания жертвенных животных, в сюжете моих коллег. Работа кипит. До главного праздника мусульман остались считанные дни. Надо успеть все подготовить, оценить и проверить. Курбан-Байрам в нашей столице должен пройти на высшем уровне. Об этом беспокоятся организаторы специальных площадок для жертвоприношения. Как и каждый год, в праздник Курбан-Байрам в Махачкале будут работать специальные места для жертвоприношения. Здесь любой желающий сможет не только приобрести жертвенное животное, но еще воспользоваться услугами специалистов для его закалывания и разделки. И как обещают организаторы, весь этот процесс будет проходить в праздничной атмосфере. Для массового закалывания животных, как и всегда, выделены две точки. Одна будет расположена на территории торгового центра Киргу, а вторая на ипподроме возле трассы Махачкала-Каспийск. Для удобства населения установят специальные указательные знаки и будут работать около 300 волонтеров на каждой площадке. Также подготовят и специальную автостоянку. Стоит отметить, что все обрядовые процедуры здесь проведут в соответствии с санитарными нормами и правилами. Как мы видим, уже готовы места для разделки животных. Также уже подготовлены специальные места для стока крови. В общем, в принципе, здесь уже все готово. Осталось только привезти животных. Оценили подготовку площадок и представители Мухтеатра республики. Послам ответственным за организацию проведения обрядов жертвоприношения зам имама центральной жума мечети Махачкалы Мухаммада Курбан-Дибирова уже завершается обустройство территории, отведенной под забой скота. Устанавливаются места для совершения намаза, санитарных помещений и столовой, где все желающие на протяжении всех праздничных дней смогут получить бесплатное угощение. Естественно, праздник есть праздник. У нас здесь и бесплатная еда, и информационный центр, и вопросы-ответы, и чтение ТАКБИРа, и помощь. Мы здесь привлекли около 300 волонтеров для всех удобств и комфортного праздничного дня. Здесь все будут работать ради этого праздничного дня и ради этой праздничной отпрости. Проинспектировав площадки для жертвоприношения, председатель Мухтеатра республики Абдулла Салимов положительно оценил ход подготовки к празднику Курбан-Байрам. По его словам, здесь будет все необходимое, чтобы пришедшие гости смогли без хлопот совершить священный ритуал мусульман. Были на двух площадках, которые предназначены для проведения обрядов Курбан-Байрама. На самом деле удостоверились в том, что, по сути, практически все готово. То есть осталось совсем несколько шагов. Основные работы по предоставлению всех условий, удобств и комфорта для проведения обряда, по сути, все это готово. Здесь есть специалисты, которые все сделают за вас. То есть, как говорится, вы даже и не испачкаетесь, в итоге вам дадут мясо в пакетах, вы загружаете в машину, отправляетесь домой. То есть все чисто, аккуратно. До праздника осталось несколько дней, но уже сейчас можно сказать, что мусульмане Дагестана в полной мере готовы его встретить.